С каким остервенением все вокруг набросятся на вас? Это все высосано из пальца. Подожди, Олег, подожди. Я могу свое мнение сказать. Нет, нет, сейчас. Почему ты один говоришь? Я могу тоже сказать то, что я думаю. Да. То, что говоришь, гринь тебе неправильно. Почему? Потому что это выдумано. Как это выдумано? А так? Нет, про это пьеса. Не про это пьеса. А про что? Про стариков. Нет. Про наивных дураков. Нет. Про наивных дураков. Они еще могут петь. Нет. И они хотят стать воложен. Нет. Я не стану воложен. Вот поэтому все и не стыкуется. Да, да, вот это самое. Ну и у тебя не стыкуется. И у меня стыкуется. Нет, ничего менять не может. Так, я сейчас все колбасу, пока вы будете снимать. Этого человека знают все. Успешный актер, звезда, любимец женщин. Пол Советского Союза сходили с ума от его импозантности, светскости и обаяния. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я и прибыл. И совершенно невозможно поверить, что в обыденной жизни он очень застенчивый, скромный и совсем не светский. У него нет ни престижной иномарки, ни личного водителя, ни домработницы. Машину он водит сам, в магазин тоже ходит сам. Олег Басилашвили. Актер, который в жизни терпеть не может актерство. Я всю жизнь своей мечтал не быть артистом. Но не вышло. Актер, который в жизни терпеть не может актерство. Здравствуйте. Ну как с этой стенки выйти-то? А, ребят? Вы там смыли на порожках в дом грязь какая-то? Мне сказали. Ребят? Где? Ну вот на порожках в дом. Черный взгляд заляпнут. Грязь собрали. Собрали. Ну а что с этой стенкой? Так она и будет. А чем она вам не нравится? Мне нравится уже. Стало лучшее, по крайней мере. Лучше, но не хорошее. Дело в том, что сейчас погодные условия не позволяют. А чего раньше не приняли? Погодные условия. Очень короткие и очень... То вы молились два месяца, а теперь погодные условия не позволяют. Это я. Кстати, а почему надо занимать мой кабинет, оклеивать в нем окна в мое рабочее время? Я этого не понимаю. Да потому... Это можно делать вечером или утром. Ну, у них такой же рабочий день, как у нас с вами. Безобразие. С девяти до шести. Я буду в зале заседаний. Письмо. Ну, в общем, он шалун. Шалун, потому что, ну, шалун теоретик, я бы так сказала. Вот смотрю на вас, Верочка, и думаю. Будь я полегкомысленнее, я бы... А что касается, значит, непосредственно его мужских чар, то я не могу сказать, что он такой уж прям безудержный ходок и озорник. Нет, ну, шалун. Я бы сказала так, шалун. Оля, ты ничуть не изменилась? Ну, да. Как я рад тебя видеть. И я. Я тоже. Мне нужен был такой блестящий, преуспевающий. Человек, так сказать, с гнильцой, некой внутренней, который... Ну, чего я буду рассказывать? То есть, картину все видели, я объяснять не буду. Служебный роман. В чем ее слабое место? У нее нет слабых. Действительно трудно в России найти того, кто не видел фильма «Служебный роман» и не запомнил карьериста Самохвалова, вальяжного ответственного работника на белой 24-й «Волге». Потому что он никогда не имел машины и не умел ездить. Учился прямо на съемках фильма, что чуть не закончилось аварией. Впервые Олег Басилашвили сел за руль, когда ему было 56. Купил в «Жигули-шестерку» и ездил на ней 10 лет. Олег родился осенью 34-го года в Москве. Мама – доктор наук, знаменитый филолог-русист. Папа – директор политехникума связи. Валериан Басилашвили приехал в Москву в 20-е годы из Тбилиси, теплого города, где осталась большая семья. Деда нашего героя звали Ношреван Басилашвили. И он был настоящий полковник царской армии, а потом полиции. Семьи рассказывали, что однажды он арестовал и посадил двух бандитов, грабителей. Один из них уже в тюрьме познакомился с политическими и очень вдохновился их идеями большевизма. Через 30 с лишним лет, когда весь Советский Союз боготворил вождя народов, бывший полковник старик Басилашвили, видя Сталина на портретах, повторял – он бандит. И домашние теряли дар речи от ужаса. Я во второй класс поступил в 43-м году. Голод, война. Одни только женщины преподавательницы или девушки молодые, выпускницы педагогического института. В свободное время я, например, марки собирал. Было очень много марок. Вот военных там, это на почтамке они продавались на Кировской и на филателлистическом магазине, куда мы все боялись ходить, потому что надо было пройти сквозь два МГБшных дома на Лубянке. Там было довольно страшно, никогда народу никого, и часовые стояли в малиновых вражках. Мы знали, что могут схватить туда, волочь и все, значит, с концами. В военной Москве для детей почти не было развлечений. Не до того было. Но мальчишки всегда остаются мальчишками. Маленький Басик, а его всегда звали именно так, не исключение. Футбол гоняли. На чистых прудах, рядом с нашим домом, воды уже не было. Во время войны она была спущена, эта вода. И образовалось такое подобие овала стадиона. И это нас очень прельщало. Мы представляли себе, что это трибуны. И играли в футбол в валенках, в ушанках, клали портфели, значит, вместо стоек ворот. И гоняли по этому снегу. Это было очень удобно, потому что падать легко. Мы в телогрейках бегали, в валенках, по ногам бить не больно, но все хорошо. В мужской школе порядки были суровые. Мальчишек составляли стричься наголо. Вопрос с волосами стоял очень серьезно. Лишний сантиметр и в школу вызывали родителей. Редкое фото. Будущий народный артист абсолютно лысый. На переменных заняться было нечем, разве что украткой покурить. Но главное, никаких девчонок. Мужская школа. Ни тебе танцев, ни тебе любовных записок. Никогда в жизни на танцы не ходил. Никогда. Мало того, я не умею танцевать. Совсем. То есть я не умею танцевать. Мне надо, наверное, выпить литр водки, чтобы как-то осмелеть и какие-то движения ногами делать. Я никогда не танцевал. Это ужас какой. Я не умею. Я стесняюсь. На самом деле Олег Басилашвили лукавит. Он и танцевать умеет, и на танцы ходил, и даже брал уроки. У мамы своего школьного друга Моисея Рыбака. Был какой-то новогодний вечер. И мы знали, что будем этот вальс танцевать. А вальс не умеет танцевать. Мама говорит, давайте я вас научу. У Олега сразу стало получаться. Она с нами, с Олегом танцевала, и меня водила. У меня ничего почти не получилось. А вот у него очень здорово получилось. Очень хорошо. И он танцевал с девочкой. Ну, понял, вообще красивый парень. И он у девочек вечеринно пользовался успехом. Ну, это вы уже мне стали тыкать. Извините, Эра, я не хотел вас обидеть. Нет, не представляю, что было бы со мной, если бы я вас не встретил. Фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». На съемках этой картины Басилашвили познакомился с Людмилой Гурченко. Знакомство получилось несколько странным. Срочно снимали финал фильма. Уходила зимняя натура. Мы совершенно не знаем друг друга. Но это, если рассказывать, даже неловко. Но это жизнь. Это 28 градусов. Люберцы. Это под Москвой. Сейчас спрашивают, где тюрьму. Снимали под Москвой. И вы знаете, целый день, когда 28 градусов. И только можно немножечко... Ну, если выехали, то уже некуда спрятаться. Это все в поле происходит. И в автобусе только чуть-чуть отходишь. Нам просто элементарно надо было куда-то в туалет. Понимаете? Я знала, что его зовут Олег. Но что он Валерьянович, я не знала. И мы вот так три горок. С одной стороны я, с другой стороны он. Понимаете? И ни стыда, ни совести в том, что уже не люди. Ну, не люди. Это терпение. Понимаете? Я думаю, боже мой, что за жизнь? Не знаешь, даже отчество человека. Играть любовь. Ну, ладно, довольно. Первый раз приходится есть объедки. Зачем же вы так? Это не объедки, это остатки. Я вам объясняла. Зрители были уверены, что актеры на самом деле едят объедки. То, что осталось после съемок сцены в ресторане. Мне надо обижать Людмилу Марковну, как официантку Веру, и меня, как режиссера. И думая, что мы им давали что-то из побойного ведра. Нет, это была какая-то еда вообще. Обычно нам, официантам, что достается? Гарнир? Сплошной гарнир. Извините, это то, что клиент не дает. Что же объедки? Дали нам то, что полагается дать в кадре. Что же объедки? А с чего собирать, когда это отдельная сцена? Это же ресторан там снимался месяц назад, а сцена через месяц. Как это объедки? Нет, это то, что приблизительно остается. Маслинки там, какие-то такие. Ну, знаешь же, все-таки, что надо оставлять после дорогого банкета. Ну как? Это эти годы, понимаете, когда голод, когда пустые прилавки. Это может быть непонятно людям после перестроечного, так сказать, рождения, да? Или, так сказать, 80-х, да? А те, мы, актеры, которые исполнили, знали, что такое. А как хорошо это полакомиться этим, потому что этого нигде нет. Дефицит. Дефицит. Я пошла? Да, но я еще не задал вам оригинального мужского вопроса. Что вы делаете сегодня вечером? Труднее всего в вокзале для двоих Олегу Басилашвили было играть любовь. Не складывались отношения с Гурченко, не получалась сцена в купе поезда, никак не давался текст. Я тебе верю. Я по глазам вижу, что не веришь. Тут же темно, как же ты можешь по глазам? Мне казалось, это неправда, что человек говорит связанные фразы в момент, когда она обнимает женщину один на один в темном купе и так далее. Кончилось и тем, что я вышел со съемки. И решил, что меня просто больше не позовут, возьму другого артиста, который сможет все это сказать. Прошло один или два дня, мне позвонили, вызвали на съемку, и Люся сказала, вот тебе текст. Она сама его написала. А текст состоял просто из междометия. Ну, вы понимаете? А, вот все. Она поняла меня. И она мне очень помогла. В кинофильмах, где он снимался, его женщинами были Гурченко и Неелова, Гундарева и Немаляева, Мазуркевич и Белецкая. А вот с актрисой, с которой у него на самом деле были серьезные отношения, в кино Басилашвили любовь не играл никогда. Спасибо. Пока можете идти. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Они познакомились в школе-студии МХАТ, куда и Олег, и Татьяна поступили сразу после школы. Курс был звездный. Михаил Казаков, Евгений Евстигнеев, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина. И наше знакомство и наша учеба на этом замечательном совершенно курсе Бориса Ильича Вершила очень украсило то, что Олег Валерьянович, на мой взгляд, был самый талантливый и самый красивый мальчик не только на курсе, но и на все четыре курса школы-студия МХАТ. Олег был такой рыхловатый, да простит меня Олег, значит, такой немножко сутуловатый, особенно он был забавен на танцы. Почему-то он мне запомнился в очень длинных таких домашних трусах черных с белыми-пребелыми ногами. По какому-то странному парадоксу впереди у него стояла тоже довольно белотелая, очень красивая, тоже не очень худенькая Татьяна Дородина. Простой. Третий в плее, в пятую. Стало заметно, что Олег значит, не отходит от Татьяны Васильевны, от Танечки, и носит за ней ее причиндалы, всякие там сумочки. Наверное, весь институт обсуждал их роман. Умный, интеллигентный мальчик из хорошей московской семьи и первоинститутская красавица, приехавшая из Ленинграда. Татьяна Васильевна, она была как суперкубок. Вот, я бы сказал, вот там, да, когда какой-нибудь Риверплейт и там, ну, Манчестер Юнайтед борются за что-то, это вот суперкубок, да, а у него уже очевидные успехи, у нас никаких шансов порушить эту иерархию. А какие гадости вы ему делали? Не могу сказать, не могу, не заставишь. Они были нехороши настолько, что надо по прошествии 50-55 лет не назову. Послушайте, но сам Василашевик говорит, что никаких гадостей не было. Но, правда, он хороший, а все еще раз. Все нормально. Так мы его и оставим в неведении. У Тани был характер непростой, очень гордый, самостоятельный, отдельная такая персона была. И все комсомольские собрания, ну, не все, но некоторые, всегда обсуждалось поведение Татьяны Дорониной, так сказать, ее вот такая независимость, скажу. Вот. Олег, в отличие от нее, был чрезвычайно дисциплинированным. И она, и я к тому времени, ко времени свадьбы были, ну, невинны. Мы не знали, что такое женщина, что такое мужчина. Так что мы пришли к Венцу, так сказать, чистыми людьми. Это тоже заслуга Татьяны Васильевны, потому что она была воспитанной патриархой. Это был обычный студенческий, юношеский, да что там, почти детский брак, которые, как известно, редко бывают прочными. Когда кончилась учеба, Таня хотела попасть в Амхат, но ее не взяли. Обои молодым артистам дали направление в Сталинградский театр, и они уехали на Волгу. К счастью, в Сталинградском театре не оказалось работы ни для Олега, ни для Татьяны. Промаявшись три месяца, супруги уезжают в Ленинград, где живет мама Тани. Именно в Питере начнется актерская карьера Олега Басилашвили. На Леннфильме молодому артисту Басилашвили дают роль в картине «Невеста» вместе с уже знаменитой актрисой Татьяной Пелецкой. Когда женимся, поедем вместе в деревню, дорогая моя. Будем там работать. Штампов тогда не было никаких у него, кинематографических. Поэтому он был очень искренен, очень застенчив. Как-то робко, очень все. Я говорю, ну, Олег, ну ты как-то так, держи меня, потому что все-таки мы с тобой идем уже, я твоя невеста как бы. Ну, он очень был как-то, в общем, немножко скован, немножко робок. Из-за робости и застенчивости у юного Басика любовные сцены не получались. Он и позже-то стеснялся играть страсть в фильмах, а тогда, в первой своей картине, тем более. Сегодня эти сцены выглядят очень забавными и даже наивными. Да завтра, любовь моя. Пусть тебе снятся золотые сны. Калеба говорит, ну ты хочешь, чтобы она за тебя вышла замуж? Хочешь? А, конечно. Ну, так беги к ней из амфилады, беги, бросайся и целуй. Да нет, ну что ты, ты бросайся к ней, поцелуй ее, грусть, припадай к ней, прямо вот так вот. И дали мотор, и Олег, значит, разбежался, бросился ко мне. Значит, и дорогая, милая, хорошая, это все мое. Это все мое. Это все наше. Это где-то в середине 50-х годов по театрам города Ленинграда разнесся слух, что в театр Ленинского комсомола пришел артист, выпускник школы-студии МХАТ. Я пошла посмотреть, что же это такое. И когда он вышел на сцену, меня поразила такая ослепительная красота на сцене была. Но поскольку театр Ленинского комсомола, вы понимаете, какой репертуар там был, то он сильно выделялся из всех комсомольцев, добровольцев, покорителей целины. И очень, как казалось, каким-то посторонним лицом, что ли. Три года Басилашвили и Доронина проведут в Ленинградском театре Ленинского комсомола. За это же время в городе возникнет новый центр театральной жизни. Большой драматический театр, который возглавит ни на кого не похожий режиссер Георгий Товстоногов. Гога. Гога буквально взорвет весь театральный мир. Он, любя их, ненавидит эту жизнь, которая их породила. В 59-м году внимание Гоги привлекает молодая артистка Доронина. В Ленинграде уже хорошо известны ее талант, красота и, мягко говоря, эксцентричность. Одновременно Товстоногов приглашает и подающего надежды Олега. Так молодые супруги оказываются в БДТ. Я слышал, слышал, что Олега взяли в театр БДТ из-за того, что брали Доронину, а его взяли как бы как бесплатное приложение. Вот эту такую байку я слышал. А потом получилось, что он от людей бесплатное приложение, а просто звезда и украшение этого замечательного театра. Они очень быстро благодаря Товстоногову получили отдельную квартиру на улице Торжковская. Сейчас здесь почти центр, рядом метро. А тогда до театра было нужно добираться через весь город на трамвае. Квартира была маленькой, но зато это была своя отдельная квартира. В свое время с Татьяной Васильевной мы жили душа в душу, очень хорошо. Потом как-то наши любили друг друга, наши интересы как-то стали разными. У нас обозначились новые дороги, мы разошлись. Но отнюдь не к тому я просто совпала как-то одно с другим. Она играла с самого начала очень удачно в БДТ. Она сыграла и Варвары, и Горе от ума, и еще ряд других ролей. Прекрасно была принята пресса. Хорошо. А у меня этих ролей не было просто. А потом как-то я, когда я стал уже один, и я стал больше думать только о себе. И кто-то пошутил, что когда они разошлись, вот тут он стал делаться хорошим актером. Веселье, Веселье! Веселье новое! Веселье новое! Набирал он очень медленно. И таких выдающихся ролей поначалу у него и не было. И он, по-моему, очень страдал. и но терпел. А когда он от этих пут с этим путем развязался, то он стал увереннее. Он стал басидашвили, а не мудроем. Женщины вообще терпеть не могут философов. Эзоп, весь город будет смеяться надо мной. Надо мной тоже смеется весь город. Эзоп, что мне делать? А если я скажу, что делать, ты дашь мне свободу? Конечно, Олегу было очень трудно с ним. Он мягкий человек все-таки в семействе, я так думаю. Характер у него покладистый, спокойный. Конечно, она была очень модной и популярной как актриса, как женщина. Конечно, она пыталась верховодить. Да и потом Олег и не пытался, наверное, как-то выставить свое «я» на первое место. Но, тем не менее, она, видно, его достала. Брак двух будущих народных артистов продолжался семь лет. Сегодня они не любят рассказывать об этом периоде своей жизни, хотя друг о друге говорят всегда подчеркнуто уважительно. И мне очень приятно, что именно Олег Валерьевич Басилашвили был моим супругом. И считаю, что не только ему повезло, но и мне повезло чрезвычайно. Я помню, когда мы с ней разводились здесь, уже в Ленинграде, мы с ней договорились, что не будем выносить наши все претензии друг к другу на суд. И когда Татьяну Васильевну Таню спросили, ну хорошо, вот вы расходите, а вы любите этого человека? Она говорит, да, очень. Меня спросили, вы расходите, а вы любите Татьяну? Я говорю, да, очень. А почему же расходите? А это не ваше дело. Расходимся, все. Вот так нам захотелось. Я разводился с совсем иной девочкой, нежели той, которой встретил на первом курсе студии Бхам. 60-е годы, золотой век телевидения. Снимается масса телевизионных спектаклей. Артисты театров играют охотно. Во-первых, дополнительный заработок, во-вторых, дополнительная слава. Иногда получаются просто шедевры. Так вот, не будет эта негуция несоответствующая гражданским постановлением и дальнейшим видом России. Именно благодаря телевидению Басилашвили обрел семейное счастье. Однажды на телестудии во время съемок он увидел красавицу, музыкального редактора, которую звали Галя Мшанская, и сказал, я женюсь на ней. И в итоге женился, они живут вместе уже почти 50 лет, а познакомил их Сергей Юрский. Я ее отрекомендовал Олегу. Это правда. И когда Олег мне через некоторое время сказал, что там завязался роман и вообще все же переменилось, я-то с Олегом познакомился как с верным мужем Татьяны Васильевны Дорониной, но прошло время, это все изменилось, и когда он мне сказал, что там роман и там может быть новая его судьба, я всячески этому способствовал, поэтому могу по-старинному называться сватом, а могу называться просто другом, надеюсь, что Олег меня не ругает за это, надеюсь, что он счастлив. Потом однажды мы в метро спускались где-то на Сенной площади, что-то сережкой куда-то ехали, а на встречу нам вышла Галя, и мы поздоровались, и когда она ушла, он мне говорит, ты имеешь большие Мшансы, он человек остроумный, а ее фамилия Мшанская. Я приезжаю в Питер, и он говорит, Мишка, я женился. Я говорю, господи, как я рад, кто? Галя Мшанская. Я говорю, ну приходи ко мне, я в гостинице такой-то. Я никогда не заводу, как мне с очаровательной галочкой пришли в номер ко мне, мы, естественно, выпили, я его поздравил, и вот, глядя на них, твоих, я понял, что он будет абсолютно защищен. Жить с таким человеком, это замечательно, хотя с ним нелегко. Порой бывает очень трудно и сложно. Часто говорят, а как, вот он с актрисами целовался, обнимался, ты не ревновала? Доверять надо. У нас, по-моему, нет такого, кто глава в семье, по-моему, каждый тянет в свою сторону, каждый тянет в свою сторону. мы все считаемся с мнением папы, разумеется, потому что, не, ну, по-большому счету он все решает, но основываясь на идеях мамы, вот так я бы сказала, идея мамы, реализация и паровоз папин, мы с сестрой в подчинении. глава семьи, конечно, Олег, всегда мужчина глава семьи. Конечно, он ее очень любит, и она безумно его любит, и я думаю, что вот столько лет они прожили в радости и в счастье, но они, наверное, оба друг друга очень берегут. Галя, она мой друг, она, я знаю, что она сделает все, что от нее зависит, чтобы мне облегчить жизнь, чтобы я был защищен, чтобы я не совершал глупых, обрабельчивых поступков. Я ее прекрасно знаю, и я очень за это благодарен. Мы же им долгие-долгие годы они были полны счастья, и ссоры были, но всякое бывало за неприятность, которую я, возможно, и причинял. Я хотел бы сейчас попросить извинений, да и так всегда прошу извинения. Как ты себя чувствуешь? Ничего? Нормально? Ну, ладно. Они вон снимают издалека, я с тобой говорю, все. Ну, все, целую, я тебе буду звонить тоже так два раза, два гудка. Ну, пока. Тут совсем недавно заболела Галя, и как он все время сидел на мобильнике и спрашивал, какая ты мерила температура, мерила давление, др-д-д-д-д-д. Ну, что такое любовь? Конечно, это забота, внимание. Я не думаю, что он уже... Пришла пора, когда сиренады под окном не поются, сиренады, но и с такой, Галя, ты померила давление? Ты померила температуру? Это и есть его сиренада сегодняшняя. Мы все уже в таком возрасте, когда внимание, забота и дружба приходят на смену каким-то таким былым лирическим отношениям. Первый акт чудесен. Он восторга в поле весь. Музыки и песни. В этом вот остальное. Спасибо. Карвалол. Ну, а я побежал, меня там Хансон ждет. А пуговица? Аска, неудобно же. Мне там второй сервис человек... Да и быстро. А ты пока поешь. Как только встал вопрос, а кто же будет играть Бузыкина главную роль, ассистент по актеру сказала, что давайте я вызову Басалашвили, Олега Басалашвили из Ленинграда. И это идеальный актер на эту роль. Я тоже волевой и цельный человек. И меня голыми руками не возьмешь. Я прошу вас привыкнуть к этой мысли. И в общем, ну, никак у меня не укладывается тот Басалашвили, которого я видел на экране в жизни, его тоже не знал. С тем Бузыкиным, про которого я снимаю фильм. Отчество? Не знаю. Что, свое отчество позабыли? Я снимаю, это его. Прошло какое-то время, заходит Еленочка и с ней какой-то мужчина такой импозантный, самовиженный, с красивым голосом. Здравствуйте. Она говорит, вот это Олег Валерьянович в Асалашвили, познакомьтесь. Я на него смотрю, он мне опять скажет, совсем, ну, совсем не Бузыкин. Ну и вместе пошли мы, вышли во двор, мы с Филимом. У меня машина, он говорит, а вы в какую сторону? Я говорю, по Кровским воротам. Я там живу. Как? Там живет моя мама. Ну и мы вместе приехали сюда. На красный свет он вышел и пошел. И вот, когда он переходил улицу, как-то у него не так ловко все это получалось. Захочет, перейдет, потом передумает, почему-то вернется обратно. И уже вечером, когда была проба, никаких сомнений не было, что найден Бузыкин. Садись. Василий Игнатьевич, ей Бога, отложим, а? Ну, Павлович. Ну, некогда. Ну, Павлович, ну, сам же время тянешь. Ну, что ты, ну, Павлович. Да, да, мы все Бузыкины. Если бы мы были не Бузыкины, у нас страна была в другой. Мы Бузыкины, мы все конформисты. Ведь это не просто треугольник. Муж, жена и любовница может, да? Это треугольник конформиста, который не может сказать человеку из интеллигентности. Ты подлец. Ну, как он и скажет в лицо? А вдруг он как-то так ранен, что тот умрет. Знаете, вот это вот интеллигентское нельзя, табу, оно страшный вред приносит. Но в то же время это и хорошо, я не знаю. Но это она с картины. Когда-то в каком-то интервью был задан вопрос. Если бы вы полетели в космос на 10 лет, на Марс, вот такие вопросы тоже иногда задают. Какой один фильм вы взяли бы с собой, если бы вам было решено взять один фильм? Я почти не задумываясь сказал, осенний марафон. Будем так. ваше здоровье. Достойчивый я должна. Если бы не Олег, то я бы пошел по шаблонному пути, был бы такой интеллигентик, худой, в очках, нелепый, значит, как-то одетый не очень ладно. Одет это внешне это вполне презентабельный мужчина, но все дело в том, в его характере. Андрей, вы готов? Готов. И я помню вот в марафоне, когда мы посмотрели этот фильм, то нам казалось, что он сыграл там самого себя. Ну, нам так казалось, он так блистательно сыграл, и вот настолько поверили ему. И вот удивительно, когда Борис Николаевич познакомились, вот они, Басилашвили оказался совершенно другим. Только тогда наша страна добивалась успеха. Выходила из глубокого кризиса, когда ее граждане получали возможность непосредственно участвовать в судьбе России. Борис Николаевич очень ценил в нем вот как раз такой очень такой твердый мужской характер и с удивительно твердыми гражданскими позициями. Понимаете, это немаловажно. И вот его открытость в отношениях как-то очень подкупала. И я бы сказала даже человечность. Он вот у него такой очень мягкий юмор, такой очень с улыбкой всегда. Знаете, вот человек к себе всегда располагает. Не знаю, мы все просто очарованы им были. Когда началась эпоха свободных выборов, Басилашвили пошел в политику. Не как звезда, приглашенная, как говорится, торговать лицом. Он искренне верил, что жизнь людей должна и может измениться к лучшему. Его избрали в тогда еще Верховный Совет. В его выступлениях не было ничего ни от Бузыкина из осеннего марафона, ни от Самохвалова из служебного романа. В политике он не играл ролей. Тем более, что было не до игр. В марте 90-го открывается съезд народных депутатов. Обстановка в Москве наколена до предела. Возле Кремля гигантская толпа, сотни тысяч человек и окружающая ее милиция и войска. Одного слова достаточно, чтобы пролилась кровь. И тогда несколько депутатов решают увести толпу подальше от Кремля и от военных. Среди депутатов Олег Басилашвили. Стоят БТР, и вот так вот они ездят, дым пускают, и нам кричат по громкоговорителям, разойдитесь, будем стрелять на поражение. И солдаты там бегают. Это очень страшно. Очень страшно. Знаете, вот у меня ботинок развязался, а со мной идут рядом Степашин, Немцов, Белокуркова, там еще ряд людей, знаете, достойных. У меня ботинок развязался, думаю, надо завязать. Я завязываю, и у меня мысли, ну и беги, они уже впереди, беги отсюда, чего ты идешь туда? Жуткое дело. Ну, себя, ну, как я убегу? Ну, товарищи идут, а я убегу, поэтому я за ними быстро опять за руки лез, и вот вышел на Манежную площадь, и в общем результате вывели все эти 500 тысяч туда, на Триумфальную, на площадь Маяковского и на улицу Горького дальше, и там состоялся митинг. Прошло много лет, возникло и исчезло множество партий, кое-кто по нескольку раз поменял свои политические взгляды, но Басилашвили нет, он и сегодня не скрывает своих демократических убеждений. Однако парадокс актерской судьбы, едва ли не лучшая его роль в кино, подлец, полицейский провокатор Мерзляев, натура прямо противоположная самому Басилашвили. За трапой! Душители свободы! Запомни, делу дан ход, отступать некуда, так что смотри. За трапой! Ну вот уже лучше. Я его опасалась именно потому, что он был какой-то вот такой особой величиной, очень довольно неприступный, и плюс еще играл подлеца. Вот в чем дело, что именно в том, что он играл подлеца. А мы же простые люди, мы же часто думаем, что раз человек играет подлеца, так он, наверное, и в жизни такой же. Если он играет придурка, так он, наверное, и сам придурок. Безмерно рад видеть вас, милая моя Анастасия Афанасьевна. Вот, заехал в кондитерскую. Посмотрите, что придумали. Торт, на котором шоколадное сердце, твердое, стали снимать. И вот Олег Валерьянович начал говорить свой монолог, который предшествует этому событию знаменательному. Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы силой захватить то, что мне пока, увы, не принадлежит. И вдруг я вижу, что он говорит, говорит довольно активно, так, как на репетиции, хорошо, хорошо, нормально. И потом что-то он стал робеть, потихоньку тушеваться, как-то что-то глаза у него стали в сторону косить. В общем, совершенно было не так, как было во время репетиции. И уже почти последние слова, когда должна из-за занавески появиться рука Садальского и влепить ему торт в лицо, он вдруг робил, 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 что-то только мем-мем-мем потом говорит, ребята, а сердце? Ребята, а сердце? Ма, Эльдар, а сердце? Что, Олег, что сердце? Говорит, ну, сердце убрали. Дождусь той счастливой минуты, когда вы сами, слышите? Сами скажете мне, приди ко мне, желанный мой. И такой он был трогательный, такой, такой, такой милый. Я вот поняла, что он вот, наверное, такой, на самом деле. То, что он интеллигентный, это само собой, это и так было известно. То, что он такой беззащитный, трогательный, робкий, я его таким видела в первый раз, и, конечно, после этого случая я перестала его бояться. Девочка моя. Я оценю ваше дочернее чувство, это благородно, но если вдуматься, до чего мы докатились? Вы, бледные, все дрожите. А меня вы пожалели? Ведь жертва здесь я, а не вы. У меня ведь тоже, как ни странно, душа имеется. И я хочу, чтобы меня любили ради меня самого, а не за то, что я могу казнить или миловать. Олег очень славный, очень славный в общении человек. Во-первых, он умен, поэтому с ним всегда интересно. Во-вторых, он знает тьму стихов, и, когда есть уже какой-то энный спектакль, когда уже не знаешь, как себя собрать в какой-то, так сказать, в кулачок, в жменьку, чтобы сыграть, он начинает там, я слышу, из-за стенки, в соседний его уборный, грим-уборный, он сидит и читает стихи. Он себя таким образом, так сказать, аккумулирует, взбудораживает и нам всем дает какой-то... Потом он человек с юмором, он обожает рассказывать анекдоты, у него это замечательно получается. Что ты хочешь, Энг? Мы второй сыграли акт и второй чудес. он намеков полон музыки и песен. И ты этого достойна? Я плохой актер, вы знаете, я не умею все инсценировать эту фигню. Не люблю так. Отцу никогда не нравится то, что он репетирует. То есть он себе никогда вначале не нравится. У нас уже есть такая примета дома, что чем больше ему не нравится как получается роль, тем лучше роль получится в результате. Он человек постоянно недоволен с собой, постоянно. это значит, что он все время идет к какому-то, так сказать, его путь к роли очень такой, я бы сказала, тернистый и нервный. Он всегда бывает недоволен собой. Мне приходится его все время ублажать и немножечко, так сказать, подпитывать его уверенность. Вечер, полтора часа до спектакля. Басилашвили приезжает в театр вместе с Алисой Фрейнли. Их часто подвозит одна театральная машина, живут по соседству. А в гардеробе служебном уже ждет дочь Олега Басилашвили, Ольга. Кстати, ты знаешь, у меня билеты нет. И у меня нет? Это они. Это не надо. Это они, я не знаю, мне они скажут, что ты будешь здесь в зале. Да? Да. Не знаю, что это будет. Я не знаю, что это делать. Не надо ходить в зал. Почему? А? Ну как почему? Потому. Что? Конец. Ребята, все. Самое тяжелое, я думаю, для любого человека, но для попы, безусловно, да, это вот найти в себе силы сказать нет в любой, так сказать, ситуации. Но, вы знаете, он все-таки находит эти силы, все, что касается его такой гражданской позиции, какие-то принципиальные вещи. Вот здесь, да, здесь он находит в себе силы и говорит нет. Он редко идет на компромисс, никогда не актерствует в жизни, всегда старается скрыться от телекамер и фотоаппаратов, не любит давать автографы, ненавидит собственную публичность и очень много работает. Отец всегда тяготился тем, что есть какие-то привилегии, предположим, народного артиста, и там какая-то поликлиника без очереди, вот то, что было, и поездка в Ялту, в дом творчества кинематографистов, я не знаю, дом творчества актеров. Он всегда тяготился, считал, что вот нет разницы между профессией актера и шахтера, грубо говоря, потому что, во-первых, хобби сложно, во-вторых, хобби почетно и равно, как и все другие профессии. Мы сыграли третий акт. Третий акт ужасен. Он порнухи полудези. И очень опасен. Ничьма опасен. Этого достоин. Ничьма. Птица. Потому и на артиста он пошел учиться не куда-нибудь, а в школу-студию МХАТ. Но в этот театр после института он не попал. Спустя много лет мечта могла осуществиться. Олег Табаков, однокашник и главный режиссер МХАТа, пригласил Басилашвили перейти к нему в театр. Басилашвили отказался. Чужая душа потемки. Вы знаете, я никогда не размышляю над тем, почему. А потом мои предложения довольно редко не принимают. Басилашвили в этом смысле исключение из правил. А я человек очень стеснительный. Найти общее взаимопонимание с товарищами, которых я люблю, которых я уважаю, а не мои друзья. Но одно дело в компании быть, другое дело на репетиции на сцене. Это разные вещи. И мне надо долгое время для того, чтобы найти меру соприкосновения с ними. Это очень тяжело. А вот это наша гордость. Сирень. Вот это кусты обычные сирень. Вот там сирень. Белая, сиреневая такая. А вот эти два куста, вот они, это какие-то особенные. Видите, они мало листьев. Но зато гроздья размером с виноградную кисть темно-черно-фиолетового цвета крепкий. И все усыпано. Сейчас уже все срезано. Пожалуйста. Как в Турции. Груши. Ради Бога. О, вот сколько. Откуда они взялись, непонятно. Олег Павлович, а вам комфортнее в городе или на даче? В комфорте в городе. Что там комфортного? Там спектакли почти ежедневные. А здесь все-таки я занимаюсь тем, что мне нравится. В феврале 2009 года дочь Ксюша родила Олегу Басилашвили долгожданную внучку. Ее назвали Мариникой. Но дедушка зовет ее просто Ника. Надо ли говорить, как он ее обожает? Нет, я имею в виду откуда сходила. Не помню, который младший или старший. Трамвай у нас ходил под Медровским переулком. У меня была свистулька длинная. Я говорю ей, слушай, вот я сейчас, видишь, трамвай, там остановка, я знал. Вот я сейчас, это волшебная свистулька, я свистну, и трамвай остановится. Не может быть. Смотри, я вижу, трамвай подходит к остановке. Он остановивается. Папа, что ты сделал? Я говорю, пусть он поедет, пусть поедет. Я вижу, двери закрываются, он позже, трамвай поедет. Я просто был богом, Зевсом, понимаете, какое-то время с этой глиняной свистушкой. Это тоже воспитание. Не подымался? Не подымался, но не смотрел. Меня больше всего интересует девичий виноград, который почему-то там не растет. Вообще, оно... Растет вообще. Вообще не растет. Здесь комары, я пойду вниз. Илья Евгеньевна, а кто руководил посадками вот этими? Никто. Сами сажаются. Меня часто мои приятницы спрашивают, а почему вы никуда не ходите? Почему вы всегда дома? А нам интересно. И когда столько лет проживешь с человеком, то это уже как сиамские близнецы. я думаю, раз, два, три, четыре. Убрать их. Лебина, кляжь, а? Они только засоряют. Своё свободное время, если оно, конечно, бывает, народный артист Олег Басилашвили старается проводить на даче со своими женщинами, с женой, с дочерьми, с внучкой и ни с кем из посторонних не общаться. По возможности. Вот, собственно говоря, и всё. Вы же абсолютно городской человек. Вам доставляет удовольствие возиться с ягодами, с цветами? Только это и доставляет мне удовольствие. Это всегда так было? Всегда. Осторожно. Упадёт сейчас. Угу. Всё. Больше никаких достопримечательностей у нас тут нет. Мне кажется, что если я напишу книгу и закончу, и тут же умру. Потом я её пишу бесконечно. Да. Название даже есть. Но я начал с одной ноты, а что-то на ней очень получается. Эта нота не выдержана до конца. Название даже я придумал. Знаете, у Станиславского книга «Моя жизнь в искусстве». Вот у меня такое название. И «Моя жизнь в искусстве». Вот такое. Или, например, «Записки лохозавра». Лох. «Записки лоха». Я же лох, так сказать, позиции современных людей. Вот такого типа что-то. Ну, я стараюсь писать. Очень сложно, потому что хочется говорить о себе и об окружающем правду. «Моя жизнь в искусстве». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.